Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так... Сегодня начнёт блог выхода из Асайя. Для начала рассмотрим самые простые варианты. Выход из Асайя. Игкё, и сангкё. Я сейчас у тех, на которых владеет, я отрабатываю финальную часть. Асайя. Игкё. Сначала Игкё. Смотрите. Вот партнёр зафиксировался. То есть, у меня зафиксированы лопы сейчас. Встать просто так я не могу. Он мне его выломает. Но моя задача каким-то образом развернуться, чтобы оказаться лицом партнёра. Теперь смотрите. В этот момент нужно не вставать, ни в том случае не придёгиваться вверх. Плечо расслабляется максимально. Рука расслабляется максимально. Голова подтягивается. Нога подтягивается. Вы собираетесь. Вот ваша задача перекрутиться. Вот ваш партнёр. Вы можете работать. Это выход с Асайя. Игкё. Сангкё. Разворачиваемся теперь в партнёр. Теперь смотрите. Почти всё то же самое. Очень похоже на сомнение. У меня теперь из горизонтального положения рука переходит в вертикальное положение. Причём партнёр, тёрт, загрузи мне ручку. Партнёр загружает меня вниз, скручивая запястье. Теоретически отсюда достаточно сложный выходить, если жёсткое плечо. Жёсткое запястье. Кстати, я не волнусь. Просто будете волнуваться плечом. И запясть скучивается. Опять. Тот же самый принцип, что на выходе на днём. Плечо расслабляем, высумаем. Ногу оттянули. Сгруппировались. Голубь подогнули. Вышли. Самый простой вариант, что у вас есть или работа рукой, или работа рукой. Принцип всех выходов из Асайя это расслабиться. Расслабиться и вытечь из болевого. Нельзя не простучить и против болячки. Иначе вас просто поломают. Сделаем следующую версию. Санкер. Т.е. вот уже выход из болевого санкер. Партнёр делает санкер. Пересмотрите. Если я начинаю дистанцию рвать, у него появляется несколько возможностей. Во-первых, у меня перезагружается запястье. На жёстком запястье при развитии дистанции потому что это именно травма. Более того, разрываю дистанцию у него появляется шанс работать с меня ногой. Поэтому, моя задача здесь только одна. Я просто сажаю партнёр. Локоть расслабляете. И идёте в партнёр. Локоть выходит на полку ноги. Загружи. Если я начну бороться и пытаться скрутить луку против движения. Он мне руку отломит. В вашем даже. Плечо расслабляете. Запясть расслабляете. Руку ведёте туда, куда он хочет. В данный момент он её опускает. Скручивая вниз. Вот я её скрутил. Вот я оказался с ним. Это самый проходный выход из санкер. С переходом на кайшу назад. Запахнул. Ещё раз. Замри. Отлично. Не выдёрниваемся. Держи. И не пытаясь его скрутить в обратную сторону. То есть, вам делают болячку. В одну сторону выгручивая запястье. И вы честно пытаетесь руку выгрунуть, спасая её. Не получится. Ваша задача подойти в партнёру. И куда она выгружается. На ике отвернули. Принцип выгода между другой. То есть, вот он вас загружает. Если в этот момент он начнётся напрягаться, то опять ничего не сделаете. Ваша задача. Расслабить плечо. И переиграть движение к нему. Вот он вас грузит. Движение может идти в себя. То есть, вы можете подхватить движение, вывести напрягающие. Следующая форма. Чуть-чуть проще форму. Когда вы делаете движение партнёра. Плечо расслабляете. И угодите его вниз. Вот вы сами упомяете на иккё. Иккё. Санкё разобрали. Никкё. Второй контроль. То есть, вот партнёр делает вам никкё. Второй контроль. Опять. Если вы сейчас будете упираться. Вам травмируют запястье. И травмируют лоб. Поэтому единственное. У вас не отходить от него. Потому что опять. Вы открываете бок. Для какого-то удара. Но просто перезагружаете себе запястье. Может быть очень серьёзная травма. Единственное. Вы идёте к партнёру. То есть, вы работаете не за счёт своей жёсткости. А вы работаете не за счёт своей кластерки. Для этого. Внутри себя. В сознании. Нужно как-то довериться партнёру. Начинается с тренировок. Вы доверяете партнёру. Партнёры доверяют вам. Вы знаете, что у вас всегда отпустят. Это настройка перед выходом из любого ассайя. При подготовке, конечно, ваша. Если партнёр начнёт чувствовать, что у вас начинают крещать запястья, вас отпустят. Это договорённость. Теперь. Вы шагаете к партнёру. Вот я подшагну. У меня в запястье усилий уже нет. Следующее движение. Мы подошли к нему. Рука накладывается партнёру на бедро. И диагональный стучек. Игкё, нигкё, сангкё. Йонгкё выход очень похож на игкё. Переиграем. Переиграем. Сделаем. Узакими асайя. Один из более сложных вариантов. Вы партнёра тренинг. И, соответственно, начинает у вас в итоге. Держи. 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 В момент у меня партнёр делают иллухи-миасайя, ваш калочерпение расслабится. Ни в коем случае с партнёры не горе. Локоть перенапряжён. Если начнете руку пытаться согнуть, скорее всего, будет травма у вас в ногтях, поэтому, опять-таки, попробуйте поверить в себя, в партнера, что вы можете, что партнер вам доверяет, и вы партнеру доверяете, что партнер вас отпустит всегда, если начнется перед движением суставов, в чем-то нагляги не расслабляйте, отлично, а теперь смотрите, вы начинаете делать крокер, вот и ушли уже и доставки, дальше у нас делается что-то. При выходе из внутреннего носа вы делаете крокер, в этот момент у вас начинает случиваться локоть, за счет того, что у вас на локте есть мясо, поле, связки, у вас появляется, еще раз, подвижность, то есть это не деревяшка-деревяшка, это не железо-деревяшка, у вас идет кожа кожи или кожи ткани, за счет этого у вас появляются люфты, то есть вот как вы ходите. После этого, соответственно, подхватываете партнера, это самые простые варианты, из достаточно болезненных фазового техники. Следующая достаточно проблемная техника, когда он потыгаешь, партнер вы делаете потыгаешь, если в этот момент вы начинаете напрягаться, то партнер вам травмирует за пять. Никогда не радует этих противоохос, важно расслабиться, подойти к нему. Вот дальше переход на кириадушку. Это один вариант, то есть первое, вы расслабились, подошли, подошли, зацепили партнера, и здесь уже работают. Усилие в запястье фактически на него, там есть давление небольшое, но оно недостаточно для того, чтобы партнера травмирует. Запястье максимально расслабляется. Запястье, локоть, плечо, бедро, колени, все нужно быть расслаблено. А теперь следующий вариант выхода из категаиши, которая отсюда же вытекает. Вы руку ведете по направлению его движения. Сейчас у него категаиш льется вниз, вниз отдайте, вот как он легко подошел. Усилие в запястье уже не было. Еще один вариант, который отсюда же вырастает от категаиши. Вы руку опять не пытаетесь проловить в сторону партнера, вы не буритесь. То есть, мощи ваших связок может не хватить. Рука выводится по направлению движения сейчас сверху. Вот опять вывышенки. Рука выводится, делается локинг. Все выходы делаются за счет скручивания, за счет того, что очень эластичное в своей подекаре. Как только где-то появляется узел, узел всегда разрушается. Понятно? Понятно? Постарайтесь с момента выхода без другого асайя расслабиться. То есть, вы как бы внутри себя проверили, что узел отсюда убрал, отсюда убрал, отсюда убрал. Вы подошли и взяли. Узлы убрали, подошли и взяли, сбросили. Поэтому все время нейтрализируйте у себя, что у вас все узлы убираются. Вы становитесь как кисель в момент асайя. И как кисель вытекаете просто из любого усилия. Запомнили? Пробуем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...